Пневмоподвеска Речь пойдет о пневмоподвеске и мы обещали, что мы расскажем, как минимальными усилиями, достаточно технологично, можно сделать удаление влаги с пневмосистемы автомобилей Land Rover, да и вообще любых других автомобилей. Как я уже говорил, я все эксперименты провожу на своем автомобиле. На самом деле удаление влаги пневмосистемы мы уже совершаем 3 года, на мой взгляд, самым идеальным способом. И признаюсь, я грешен, так же, как и многие другие, в том плане, что почему до этого не догадались раньше. Вообще в дилерских центрах, ну я такого не видел, по крайней мере, компания Land Rover, чтобы это делали. Ну, по крайней мере, я не знал, пока я там работаю. Так вот, есть одна проблема, она касается любых автомобилей с пневмосистемой. Мы сейчас говорим о Land Rover, о Range Rover. Это наличие влаги. В любом случае влага в пневмосистеме будет. Где-то в баллонах, где-то там в ресивере она оседает, потому что в воздухе всегда присутствует влага. Далее, у нас может случиться талинная неисправность. Например, прорыв баллона, либо что-либо еще. И у нас получается, что влага прям может в каплевидной форме попасть при замене баллона. Либо, когда был прорыв, он ехал по мокрой дороге, прям брызги могут забрызгать и так далее. Пневмосистема работы, она может хапануть воздух. В чем проблема наличия влаги? Дело в том, что она проявляется зимой. Дело в том, что влага в каплевидной форме может попасть на механизмы колпанов. У нас есть блоки клапанов, которые электрическими соленоидами приводятся в действие. У нас их три. Центральный для передних мемобаллонов и задних мемобаллонов. Да, у нас есть осушитель, но осушитель, который содержится в силикогель, он работает в две стороны. С одной стороны, когда у нас воздух всасывается, он влагу себя впитывает, но он не может ее впитывать вечно. Дело в том, что требуется регенерация, удаление влаги. А как происходит удаление? Когда мы опускаем подвеску, у нас периодически происходит стравление системы. И так запрограммирован модуль управления системой пневмоподвески. Периодически идет в обратную сторону теплый, подогретый уже воздух, который находится на системе, он идет в обратном направлении. Таким образом, осушитель, который находится в силикогель, в обратном направлении идет теплый воздух, уже осушенный. И получается, что он вбирает в себя всю влагу и производится регенерация. Так вот, проблема заключается в том, что если у нас есть влага, то зимой, попадая на клапана, она мешает их работе. И у нас проявляются те или иные ошибки. Так вот, такую влагу удалить достаточно трудно. И в большинстве сервисов, что предлагают? Ну, мы снимаем какой-то элемент, на который у нас есть ошибка, мы понимаем, что он не работает. Начинаем антифризом, а что хуже, спиртом. Либо добавляет систему спирт. Надеясь, что спирт поглотит в себя влагу, а потом он когда-нибудь выйдет. Так вот, спирт, он влияет на состояние резинотехнических изделий. Так или иначе, они присутствуют в пневмосистеме современных автомобилей. Некоторые снимают и реально снимают ресивер и начинают его продувать. Кто-то говорит, надо заправлять сухим азотом. Да, кстати, можно. Азот особой частоты. Есть такой, скажем так, погос первый сорт. Есть еще азот особой частоты, минус 65 градусов, точка росы. И если теоретически его закачать в мемосистему, то что у нас получается? Что он вбирает из себя всю влагу, а потом выходит наружу. Так вот, господа, на самом деле все уже было давно изобретено. И решение этой проблемы всегда лежало на поверхности. Но так сложилось, что вообще в мире мало кто есть из людей, кто придумывает что-то новое. И мы ничего нового не придумали. Кстати, на других брендах это успешно применяют. Как избавиться от влаги вообще в любой замкнутой системе? Давайте возьмем пример системы кондиционирования. Все строители знают, как это делать. Даже когда мы проводим вакуумацию нашей системы кондиционирования, для чего мы ее проводим? Кроме того, чтобы откачать весь фреон, еще есть функция какая? Мы удаляем влагу. Почему влага уходит? Потому что мы производим вакуумирование. Что такое вакуумирование? Это отсос воздуха. А что такое создание вакуума? Это давление снижается. А при снижении давления, на что происходит с водой? Понижается температура кипения. Значит, при комнатной температуре вода будет кипеть. Если она вскипает, она испаряется. И что у нас происходит? Таким образом происходит удаление влаги. И давайте теперь более конкретно это все покажем, расскажем. Я взял бутылочку с крышечкой газированной воды. На всякий случай уровень воды я помечу черным фломастером, чтобы мы понимали, на каком уровне у нас находится вода. Если представить любую систему в виде сосуда, оно в принципе так и есть, то представим, что влага каплевидной формы вот у нас есть в таком количестве. Что будет происходить, если здесь будет понижаться давление? Ну, давайте так, для тех, кто не в курсе, что такое температура кипения, что такое фазовые переходы, это физика, 7-8 класс. И для обывателя, если мы поднимаемся в горы, вот у нас там как раз воздух разряжен, давление меньше. И вода уже кипит при температуре 90, 80, 70 градусов Цельсия. Чем выше мы поднимаемся, тем эта температура кипения понижается. Почему? Потому что давление атмосферное снижается. И поэтому, скажем так, вода меньше сжата, и поэтому быстрые молекулы образуют, скажем так, более расширенные зоны в виде газа и выходят наверх. И теперь давайте проведем этот банальный эксперимент. Мы даже не делаем все плотно, мы просто подключаем что? А подключаем вакууметр, вакуумный стенд. Простыми словами, это насос, который откачивает и наружу выкидывает воздух. То есть тот же насос, только наоборот. Но это вакуумный стенд, который может создавать достаточно серьезные разряжения. И что у нас происходит? Сейчас у нас атмосферное давление. Как только мы включаем, при комнатной температуре с водой у нас происходит кипение. Причем кипение достаточно обильное. То же самое мы и делаем. Сейчас немножко отключу. Мы делаем трехходовой клапан, незамысловатые переходники. Отсоединяем трубку от подачи компрессора и подсоединяем. Но есть один минус. Для этого нам надо, чтобы все клапана были открыты. Чтобы пневмобаллоны через глоб клапанов имели прямое соединение со всей магистралью. В том числе и ресивер. Тогда, когда у нас все клапаны открыты, систему в целом можно представить как сосуд. И мы понимаем, что где-то есть влага. Так вот, чтобы избавиться от этой влаги, мы подключаем вакуумный стенд. Компьютером диагностическим открываем все клапаны. Автомобиль можно либо оставить заведенным, либо подключить аккумуляторную батарею, чтобы она не высаживалась. Включить стенд. И при комнатной температуре у нас идет разряжение. Естественно, вся влага, которая там есть, она что делать? Скипает. Что происходит в момент скипания? У нас, получается, воздух отсосался. Воздух отсосался. И вот это все пространство заполняет пар. И получается, когда мы продолжаем отсасывать, мы уже отсасываем не воздух, а газ в виде пара, который состоит из молекул воды. То есть ту же воду. И таким образом у нас уровень воды будет ходить, отходить все ниже и ниже. И сейчас мы наглядно продемонстрируем в ускоренной съемке, сколько времени у нас заняло, чтобы там откачать, ну, к примеру, 10 мл приблизительно. Ну что ж, господа, устали мы ждать. Порядка 15-20 минут прошло. И вот попрошу оператора заснять. Вот уровень, ну, сколько здесь? Миллилитров 15-20 точно ушло. То есть результат налицо. Вот таким образом мы избавляемся от влаги. Поэтому вывод какой надо сделать? Вот, если мы хотим избавиться от влаги в системе, это вообще проблема возникает зимой, то есть простой способ, что, во-первых, пневмосистема должна быть исправна, герметична. Вот. Затем мы подключаемся к системе. Чуть позже мы покажем, как это делается с помощью агнистического оборудования, чтобы отключить все клапана, чтобы все сосуды сообщались. И создаем вакуум. И чем дольше будет работать вот этот вакууметр, то есть удерживать вакуум. А, естественно, если у нас вакуум, то все это пространство занимается, кипающая жидкость превращается в газ, вода. Естественно, вакууметр это все отсасывает, продолжает создавать вакуум. И чем теплее будет, тем интенсивнее будет происходить кипение. То есть условия, чем дольше он работает и чем теплее в цеху, тем эффективнее у нас происходит осушение. Например, если у нас 21 и выше градуса в цеху, такое можно добиться, то, в принципе, 40 минут достаточно. Если холоднее, то час, полтора, два, три и так далее. То есть я хочу сказать, что гарантированно 2-3 часа, ну, вся влага, которая испарится. Да, я предполагаю, что в ресивере там могут быть литры воды и так далее. Но, по крайней мере, со всех клапанов влага точно испарится. А, как правило, что касается вообще общей статистики и практики, чтобы подзамерзание влаги именно зимой происходилось в мемосистеме и реально мешало владельцу управлять, это случается достаточно редко. Но случается. Еще раз, но случается. Чтобы предложить владельцам делать периодическую осушку вакуумации для удаления влаги в качестве профилактики, ну, наверное, можно. Но, чтобы это не выглядело навязыванием, ну, можно простыми словами ждать, когда произойдет какая-то проблема. Но, когда у вас, допустим, сырую погоду треснул, либо порвался пневмобаллон, вы понимаете, что его поменяли, то мы в своей практике последние три года, ну, как бы, владельцам говорим, вы знаете, можно поменять силикагель. Ну, для чего? Ну, чтобы, скажем так, вот, то, что со временем силикагель теряет свои свойства. То есть у нас есть комплект. Мы меняем свежий силикагель, крышка, но также еще уместно провести вакуумацию и так далее. То есть сделать вот эти итерации и на всякий случай подстраховаться, что если накопилась влага, то пользусь тем, что мы поменяли пневмобаллон, пользусь тем, что машина находится в сервисе. Заодно заменить силикагель, если машина, допустим, старше уже 10 лет. И провести процедуру вакуумации, чтобы подстраховаться о наличии влаги, которая могла попасть. Ну, а если случилось все-таки проблемы, мы понимаем, что у нас в тепле с машиной все хорошо, а на морозе возникают какие-то проблемы, диагноз видит, что связано с неправильной работой каких-то исполнительных механизмов, в том числе и блока клапанов, либо переднего, заднего, либо центрального, тогда однозначно нужно произведить осушку. Мы, как правило, рекомендуем совместить это с заменой силикагеля. Ну, и вакуумацию мы делаем либо 40 минут, либо час, либо два. И это помогало, и заметьте, не надо ничего снимать, либо разбирать, не надо там азотом что-то продувать, не надо снимать ресивер, выливать с него воду, чем-то продувать. Это реально все трудозатратно. Снимать блок клапана, промывать их антифризом, продувать воздухом, осушать. Это самое технологичное решение. И это уже ни для кого не секрет. Используя данную процедуру, вам придется купить и сам вакуумный стенд электрический, и придумать переходник, и сделать переходники для трубок, чтобы в зависимости от того или иного автомобиля все коннекторы подходили. Ну и, соответственно, в гаражных условиях это, наверное, не получится, потому что требуется диагностическая система. А если у вас все-таки есть компьютер, и вы себе скачали из DD, пусть старой версии, то вы можете открыть все клапаны при включенном зажигании и произвести вакуумацию. Оставить на часика полтора-два, и вы понимаете, что вся влага, скорее всего, оттуда уйдет. За это время еще желательно, чтобы было тепло в гараже, либо в сервисе. Вот такая информация. Ну что же, покажем, как выглядит вообще процедура непосредственно открытия всех клапанов. А для того, чтобы все коммуникации нашей пневмосистемы сделать, скажем так, вот единым сосудом, то есть сделать все сосуды сообщающимся, это пневмобаллоны, ресивер, проводы, блок клапанов и так далее, то надо пооткрывать все возможные клапана. И тогда наша система, пневмосистема нашего Land Rover, Range Rover превращается в единый сосуд. Виталий, вот ты немножко прокомментируй, как это выглядит. Вот сейчас мы смотрим на экран. Ну вот здесь на схеме изображены все клапана, которые существуют в пневмоподвеске. Клапан ресивера, там клапана межколесные, клапан левой задней перемычки, правой задней, передней тоже самое. Мы эти все клапана обязаны открыть абсолютно все. Открываем все, я этот пока не открыл, потому что там есть давление, нам давление надо стравливать сейчас, но мы этого не делаем. И мы стравливаем давление со всей системы, открываем все клапаны. И только после этого включаем вакуумный компрессор, который будет создавать вакуум полностью во всей системе, участвующей в пневмоподвеске. Значит мы рекомендуем давление спускать плавно. После спуска давление, почему? Потому что при резком давлении, ну чисто теоретически, пневмобаллон, когда опускается на подвеске, может взять и закуситься. Вот чтобы такого не произошло, надо опускать плавно, потом мы производим соединение, подключаем вакууметр. Естественно зажигание остается включенным, но чтобы аккумулятор не подсел, его лучше подключить. Еще некоторые говорят, что можно оставить заведенным, но лучше не заводить. Нет, поддерживающее устройство необходимо подсоединить, потому что сколько времени будет работать? Ну час, где-то час, где-то два и так далее. Поэтому нет, надо подключить, выключить все лишние потребители в виде музыка, салонный свет, фары и так далее. Все по минимуму. И поддерживающее устройство обязательно. Значит, что касается моделей до 2018 года, то есть до 2017 включительно, нужна система SDD. Дальше с 2018 и далее нужна система Panfinder. У нее есть такой же похожий функционал, может быть чуть другого цвета, другие картинки. Кстати, что касается SDD, очень много есть китайских предложений. Mangust купили, программное обеспечение, пусть старые версии. И вы это самостоятельно можете сделать уже в условиях обычного сервиса, либо даже гаража. Либо если вы владелец, вы можете это сделать самостоятельно. И, ну естественно, вам нужно приобрести будет вакуумный стенд. Вот такие дела. Ну что ж, еще раз повторю, схема достаточно банальная. И, в принципе, вот это самое, на мой взгляд, технологичное решение. И я сам признаюсь, что мы избавлялись когда-то от этого. Мы реально снимали ресейвер, клапана разбирали. Как говорится, дурная голова не дает покоя ногам. Так что пользуйтесь данным лайфхаком. Хотя для многих я уверен, что это не лайфхак. Потому что многие сервисы, я знаю, уже давно это знают и делают, что касается пневмосистем. А вот мы не знали. Желаю всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, оставляйте комментарии. Может кто-то знает еще более технологичный способ. Но мне кажется, уже технологичный, наверное, природе нет. Потому что мы ни во что не вмешиваемся. Кстати, может быть, кто первый раз видит этот ролик, знайте, что у нас есть канал YouTube. Подпишитесь. И там мы, начиная с 2013 года, снимали очень много всего полезного. Про неисправности всех моделей Land Rover. А еще у нас есть канал Instagram. Там есть просто красивые визуальные штучки. Подписывайтесь, пожалуйста. И оставляйте свои комментарии. Удачи вам.